Если вы смотрите ролики с западными атлетами фитнес-индустрии, но не понимаете английский язык, зацените канал JillFitInfo. Они делают переводы видео популярных западных фитнес-блогеров. Заходите, ссылка в описании. Джеки Чан один из самых почитаемых и любимых актеров в мире. И это неудивительно, ведь именно он открыл миру новый киножанр кунг-фу-комедии. А его самоотдача во время съемок и выполнения сложнейших акробатических трюков не вызывает сомнений, что для достижения поставленной перед собой цели он не остановится ни перед какими трудностями. Он по-настоящему одержим любимым делом. Обладая при этом богатой фантазией, непревзойденным актерским талантом практически всегда представал в образе немного застенчивого добряка, обладающего огромной силой мышц и глубокими познаниями в кунг-фу. Однако давайте переходить к реальным фактам из жизни Джеки Чана, которые позволят вам убедиться в его уникальности. Факт номер один. Джеки Чан снимается в кино уже на протяжении 56 лет. Дебют Джеки Чана в кино состоялся в далеком 1962 году. На тот момент ему было всего лишь 8 лет, и он получил свою первую роль в фильме «Большой и маленький Вонкин бар». За эту работу ему дали 12 американских долларов, что по тем временам была достаточно крупная сумма. Факт номер два. Общий хронометраж фильмов, в которых снялся Джеки Чан, составляет более 10 тысяч минут. Джеки снялся в более чем 100 фильмах. Если вы на досуге захотите пересмотреть все фильмы с его участием подряд, то вам явно придется брать отпуск на работе, поскольку на это у вас уйдет больше недели без перерывного просмотра. Факт номер три. За свою актерскую карьеру он получил несколько тысяч травм. На Джеки нет живого места. У него было бесчисленное множество серьезных переломов, в том числе черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, которую он получил на съемках фильма «Доспехи Бога», упав с 12-метровой высоты. Он практически ничего не слышит правым ухом, а из 32 зубов своих только 21. Факт номер четыре. Джеки Чан лишь один раз за свою жизнь сыграл отрицательного персонажа. В 2008 году он снялся в драме «Инцидент Шиндзюку», где сыграл человека, ставшего по воле обстоятельств, мстителем-убийцей. 12,5 миллионов долларов составил гонорар Джеки за роль в этой ленте. Фильм запретили в большинстве китайских кинотеатров. Цензоры решили, что зрителю незачем смотреть на подобные зверства. Факт номер пять. Самая дорогая сцена в фильме. Съемки главной сцены драки в фильме «Доспехи Бога 3. Миссия Зодиака» обошлись более чем в 10 миллионов долларов. Факт номер шесть. Самый сложный трюк или почему Джеки Чана могло парализовать? По словам самого Джеки, одним из самых сложных трюков, которые ему приходилось выполнять, была сцена в фильме «Полицейская история», когда, находясь в торговом центре, ему необходимо было спрыгнуть с верхнего этажа на увешанный гирляндами и лампочками шест, избивая их съехать вниз. В итоге, отыграв данную сцену, после слов режиссера «Стоп, снято», Джеки упал на пол, корчась от боли. Как результат, он получил травмы рук в виде ожога в ладони, серьезное повреждение таза и позвоночника. Также серьезная травма была получена при съемках фильма «Доспехи Бога», когда он упал с 12-метровой высоты и получил травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Факт номер семь. Самый кассовый фильм. Одним из самых успешных фильмов относительно кассовых сборов является «Час пик 2», который собрал в мировом прокате порядка 350 миллионов долларов. Однако и первая часть собрала внушительные 240 миллионов. Факт номер восемь. Единственный сын Джеки отбывал срок в тюрьме. Джей Сичан был задержан в столице КНР в августе 2014 года. Медицинская экспертиза показала, что он находился под воздействием наркотиков. Также при обыске в его доме было обнаружено более 100 граммов марихуаны. По результатам судебного заседания, он был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 320 долларов США за предоставление помещения для лиц, употребляющих наркотики. Проще говоря, за содержание наркопритона. Факт номер девять. Джеки Чан – один из самых популярных певцов в Китае. Невообразимо, но при столь плотном графике съемок, Джеки умудрился выпустить 20 музыкальных альбомов и записать более 100 песен. Свою карьеру певца он начал в 1980 году, а в 1984 вышел его первый студийный альбом под названием «Лавми». Также он является исполнителем многих песен в своих фильмах. Факт номер десять. Обладатель бизнес-империи. Джеки Чан является совладельцем китайской гоночной команды Джеки Чан DC Racing, которая в 2017 году едва не лидировала в гонке «24 часа Лиман». Его обширная империя славится спортивной одеждой «Джеки Чан Джинс», косметикой для ухода за кожей, печеньем «Джеки Чан Кукис», сетью ресторанов «Кухня Джеки», фитнес-клубами «Джеки Чан Спорт», расположенными не только в Китае, но и в Калифорнии и Малайзии. Ребята, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ребята, рекомендуем вам теплое норвежское белье, которое согревает и сохраняет тепло естественным образом до минус 35 градусов. Натуральная ткань, высокое качество, анатомический покрой. Доставка до двери всего лишь за 350 рублей. Спешите приобрести, ссылка в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok